Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Газпром прекратил поставку газа в Финляндию ввиду неполучения оплаты за газ в рублях. С сегодняшнего дня Газпром полностью прекратил поставку газа в Финляндию из-за отказа финской компании Газум переходить на рублевый порядок расчетов за газ. Компания Газпромэкспорт сообщила, что отключение произведено из-за неполучения на расчетный счет платежей в рублях согласно порядку, изложенного в указе президентом России номер 172 от 31 марта 2022 года. Газпромэкспорт предупредил финскую компанию, что ей отключит газ накануне. Руководство Газум также предупредил финских потребителей, что не сможет больше поставлять им российский газ, поскольку лишится его. Переходить на рубли финской компании не будем в связи с принципиальной позицией премьера-министра и президента Финляндии. Финские СМИ сообщили, что теперь Финляндия будет импортировать газ у других поставщиков. Пока основным источником газоснабжения Финляндии станет Эстония, а эстонцы будут поставлять финнам латвийский газ из латвийского газового хранилища через газопровод Baltic Connector, связывающий Эстонию и Финляндию. Финские эксперты отмечают, что руководство страны поставлено Газпромом в трудную ситуацию. Зависимость Финляндии от российского газа оценивается в 70%. Финская компания Газум импортировала 1,5 млрд кубометров газа в год. Финляндия планировала в перспективе отказаться от российского газа за счет поставок газа с территории Прибалтики. Однако Газпром ранее полностью прекратил поставку газа и всем прибалтийским государствам. В свою очередь, руководство прибалтийских стран рассчитывало на помощь поляков, которые проложили в Прибалтику свой газопровод, чтобы зарабатывать на перепродаже излишек норвежского газа. Однако Газпром прекратил поставку и самой Польше и полностью прекратил транзитные поставки российского газа в Европу через польскую газотранспортную систему. Очевидно, что Россия после отказа Польши, Финлянди и всех прибалтийских стран соглашаться с новыми требованиями Москвы по расчетам за газ, решила данные страны энергетически изолировать. Как теперь будут выкручиваться без российского голубого топлива эти страны, совершенно непонятно. Газопровод Baltic Pipe, по которому поляки собирались получать норвежский газ для себя, Прибалтов, а теперь еще и Финов, не достроен. Руководство Дании ранее препятствовало проведению работ на территории своей страны и затягивало с выдачей экологического разрешения на строительство газопровода на сухопутном участке Дании. Теперь разрешение выдано, работы возобновились, однако когда в итоге газопровод Baltic Pipe будет запущен в работу, неясно. Ранее польские СМИ сообщали, что газопровод планируется полностью запустить в эксплуатацию с 1 октября. Однако вчера операционный директор польской компании Pagenik заявил, что запуск на полную мощность газопроводу Baltic Pipe перенесен на 1 января 2023 года.